А вот и подъехало описание нового командира, которого можно будет получить в новом марафоне, который уже будет совсем скоро, я думаю, эпоха ярости. Помимо этого еще расскажу в конце видео о изменениях, которые коснутся командиров в обновлении 0.29. Этим командиром станет Офелия Китеску, этакая анархистка, которую можно будет получить, выполняя, как и в прошлый раз, на Алису цепочку самых сложных заданий. Я не буду вам перечислять ее выдуманную историю, откуда она там родилась и что там с ней происходило. Нас интересует... Нет, нас интересует, естественно, какие у нее будут перки и стоит ли она вообще того, чтобы за нее потеть. И у нее, поверьте мне, будут свои фишки и первое из них это наличие не одного, а сразу трех базовых умений. Я сначала, когда прочитал, думаю, да, ну нахер, серьезно, но тут немножко все проще. Их три, но они в базе изначально сразу прокачаны до максимума, то есть они вместе с командиром не будут еще качаться. Первый это будет навык борьба, плюс 2,66% скорости перезарядки, если машина обнаружена. Далее побег, плюс 5%, 5,88% к ускорению, если машина обнаружена. И самое, наверное, забавное, перк, танки не умирают. Один раз за бой, когда машина под ее командованием получает достаточный для уничтожения урон, Офелия спасает технику и экипаж. По механике это умение будет схоже с использованием экстренного набора в ПВЕ. То есть один раз за бой Офелия может спасти машину от гибели, при этом она оказывает первую помощь раненому экипажу, чинит модули, пополняет боекомплект и на несколько секунд защищает машину от урона, равного примерно 12% запаса прочности. Ну и тут, наверное, стоит прочитать топ-комментарий, а новый командир будет светлым или темным эльфом. Уточните, пожалуйста. И тут, честно говоря, я немножко в афиге, в смысле серьезно, он будет восстанавливать, танк после того, как его убьют в ПВП, будет восстанавливаться, как здесь написано, по механике будет как экстренный набор в ПВЕ работать, то есть после смерти ты такой херакс и опять продолжаешь жить с каким-то там щитом вокруг тебя на несколько секунд, защищающим и, соответственно, получается с 60% прочности. Это серьезно? Ну как бы, я не знаю, а вообще другие командиры нужны будут после этого? Ну то есть на УБТ это будет 100% командир, там может быть на каких-то мелких машинах это будет не так актуально, хотя опять же, почему нет, возродиться после смерти и еще раздать, по-моему, тоже неплохо на самом деле. Я не знаю, я, наверное, буду ставить на всех абсолютно, на всю технику этого командира, потому что здесь помимо этих перков, трех перков, его базовых перков, есть еще и как бы другие перки, то есть это же не все перки, правильно? Тут есть, тут вокруг вот этих всех, сейчас покажу картинку, вокруг вот этих трех основных есть еще несколько таких блоков, да, разделенных. Там есть блок огневой мощи, где есть бонус к скорострельности, там в обмен на прочность какой-то, бонус к урону по модулям, есть блок подвижности с уменьшением разброса от выстрела, уменьшение потери подвижности на бездорожье и так далее, блок защищенности здесь есть, кстати говоря, бонус к скорости ремонта, если машина имеет, ну это ладно, бонус к защите экипажа, к прочности узлов, бонус к перезарядке дымовой завесы, это все понятно, еще три блока там к бонусу к урону узлам, скорострельности, ремонту, короче говоря, и там еще, и в общем там еще будет несколько таких нормальных блоков с нормальными довольно перками, да, то есть это не то, чтобы вот есть вот такая фишка и все, больше ничего интересного, нет, как бы еще можно будет это дополнить более или менее такими нормальными интересными перками. Конечно, там написано, что командир, этот командир, да, и ее навыки еще в разработке, то есть некоторые характеристики могут измениться к самому, собственно говоря, марафону этому, да, но что изменится, они уберут полностью вообще эту возможность, я просто не знаю, я там, там переделывать ее, честно говоря, и переделывать, но это в смысле это будет, это не нормальный перк, это какой-то за грани уже будет перк, восстанавливаться, ну предположим там, ладно, да, предположим, как я бы этот перк бы видел бы, возможно, можно было бы его сделать каким, хотя бы, ну уж точно не как экстренный набор с 60 процентами восстанавливенной ХП, предположим, можно было сделать следующим образом, ты как бы восстанавливаешься, ну восстанавливаешься там с каким-то вообще минимальным, минимальной ХПшкой, но чтобы буквально реально еще на выстрел ты выдержал, не больше, Ну это еще как-то более или менее, но опять же, без всяких там магических щитов, которые тебя защищают несколько секунд, просто я не совсем понимаю, как это будет выглядеть, это в ПВЕ нормально будет выглядеть, но уж точно не в ПВП. В общем, я говорил, что это определенно будет какой-то интересный командир, но я не подозревал, что он будет интересный настолько, в общем, в любом случае, когда дело подойдет уже к марафону, когда уже точно этого командира заанонсят, посмотрим, какие в итоге будут перки, я думаю, я к этому времени обязательно сделаю видос, но и заодно, раз мы коснулись темы командиров, расскажу и про еще изменения, которые будут в обновлении 0.29, касающиеся командиров. Первое это то, что наконец-таки дурацкая лесенка будет отменена с небольшим таким условием, да, теперь после того, как вы повысите двух командиров до максимального звания, полковник, вы сможете открывать, то есть повышать до максимального звания всех остальных командиров, ну за исключением, наверное, вот этих премиумных, которые максимум и так до лейтенанта качаются. При этом останутся все такие же условия, вы сможете свободкой до лейтенанта командиров поднимать, а с 11 по 15 уровень уже будете качать только в боях. И плюсом еще появится какой-то специальный пакет, опыт для командира, доступный за золото. Соответственно, вы сможете, если у вас нет свободки, вы сможете с помощью золота, покупки золотом, покупать этот самый опыт и вливать в командира столько, сколько вам нужно, чтобы быстренько докачать его до лейтенанта. Вот такие одновременно и хорошие, и очень хорошие, да, в кавычках, новости, в общем, такой командир нас ждет в марафоне, наконец уберут лесенку, а что будет дальше, мы скоро увидим. На этом все, ставим лайки, подписываемся на канал, пока. Субтитры сделал DimaTorzok